Дэниел Джейкобс подписал контракт на несколько боев с британским промоутером Эдди Хирном и американским телеканалом HBO. Считается, что эксклюзивный контракт с HBO поможет Джейкобсу в организации поединка за титул в среднем весе против действующего чемпиона мира Геннадием Головкиным или мексиканцем Саулем Альваресом, так как они тоже выступают на HBO. Ранее Джейкобс работал фактически без промоутера и сейчас он стал первым американским боксером на контракте у матч-румбоксинг, которая планирует открыть свой офис в США. После подписания контракта с HBO Джейкобс уже не выйдет на ринг 4 ноября в боксерском шоу Wilder Paris, который будет показан телеканалом Showtime и его выступление планируется в одном из матч-румбоксинг до конца этого года. Ринг-анонсер Майкл Баффер, работавший на поединке Головкина Альвареса, поделился мнением о судействе и выгоде от этого вечера бокса. Это был близкий бой, но такие карточки судейства 118-110 просто ужасно. Гарантирую, что Аделайда Бёрд не будет работать на реванше. Кто выиграл этот бой? Весь Лас-Вегас, промоутеры, банки, бармены и проститутки. Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение от кубинца Юниера Дортикса. Спасибо всем за поддержку. Я извиняюсь, что не оправдал ваши надежды или оправдал, но я уже падал и поднимался. Наверное, мой жизненный путь по-другому не складывается. Еще раз всех благодарю. Кубинский боксер Юниер Дортикс дал интервью после победы над Дмитрием Кудряшовым. Я знал, что он пойдет на меня, поэтому подождал и пробил. Когда я ударил, я знал, что все кончено и я хочу доказать миру, что я лучший боксер первого тяжелого веса прямо сейчас. Я хочу драться с Муратом Гасиевым. Соперником кубинца в следующем раунде турнира станет победитель боя между Муратом Гасиевым и Кшиштофом Владарчиком, который пройдет 21 октября в США. Субтитры сделал DimaTorzok